Благодарности Эта книга была опубликована благодаря искренней поддержке и поддержке Дэвида Моберга, Марка Суини и остальных сотрудников издательских групп по всему миру В течение многих лет мы наслаждались тесным и верным общением, что делает меня благодарным Господу за служение, которое эти дорогие друзья оказали во многих моих опубликованных работах Я особенно благодарен Мэри Халлинсборд и Кэтрин Мюррей из мировых групп, которые в очень сжатые сроки усердно работали над тем, чтобы эта книга не отставала от графика в процессе написания и редактирования Ваша доброта, терпение и усердие были образцовыми даже в трудных обстоятельствах Спасибо также Гарри Кнусману, который вычитывал текст на разных этапах и внес много ценных предложений Особая благодарность Филу Джонсону, который работал вместе со мной в качестве моего старшего редактора более 20 лет Фил применил свои таланты в процессе перевода этого материала из расшифровок моих проповедей по Евангелию от Матфея 10 и Луки 6, превратив обе серии в одну, а также следя за тем, чтобы текст оставался ясным и увлекательным Введение Более 20 лет назад, проповедуя Евангелие от Матфея, я провел серию исследований характера 12 апостолов Сообщения были чрезвычайно хорошо приняты Мы выпустили кассету с учебным пособием из этой серии под названием «Люди-мастера» На протяжении многих лет мы несколько раз транслировали всю серию по радио в программе «Круз Пара Ти» Каждый раз, когда мы выпускаем его в эфир, он вызывает все больший поток положительных откликов у зрителей Спустя 20 лет эта кассета по-прежнему остается одной из самых популярных серий, которые мы когда-либо выпускали Несколько лет назад я начал проповедовать Евангелие от Луки стих за стихом в нашей церкви Когда я добрался до Луки 6, стихи 13-16, где Лука записывает призыв Иисуса к 12, я проповедовал новую серию посланий об апостолах И снова реакция была неожиданной и восторженной Когда я проповедовал эту серию, я понял, что целое поколение родилось и достигло совершеннолетия с тех пор, как мы в последний раз изучали жизнь учеников Это поколение идентифицировало себя с этими мужчинами так же, как их отцы более чем двумя десятилетиями ранее Некоторые люди, которые практически выучили наизусть первую серию, говорят, что продолжают находить удивительно новые, актуальные и практические вещи в жизни учеников Очень быстро новая серия стала настолько любимой, что меня стали уговаривать объединить весь материал об апостолах в одну книгу Мне не нужно было много уговоров, чтобы сделать это Книга, которую вы держите в руках, результат этого Меня всегда восхищала жизнь 12 апостолов Кто нет, типы личности таких мужчин нам знакомы Они такие же, как мы и другие люди, которых мы знаем Они доступны по цене Это настоящие, живые персонажи, с которыми мы можем себя идентифицировать Их недостатки и слабости, а также их триумфы и очаровательные черты описаны в одних из самых захватывающих историй в Библии Это мужчины, которых мы действительно хотим встретить И это потому, что во всех отношениях они были обычными людьми Ни один из них не был признан ни за свою эрудицию, ни за свои большие знания Они не были ораторами или богословами На самом деле они жили в нерелигиозной системе времен Иисуса Они не выделялись природными талантами или интеллектуальными способностями Наоборот, все они были склонны ошибаться, терпеть неудачи, иметь неправильные отношения Не верить и переживать горькие неудачи И лучшим примером этого был лидер группы Педро Даже Иисус сказал, что они были медленными в обучении и несколько духовно неуклюжими Луки 24, стих 25 Они представляли весь политический спектр Один был бывшим фанатиком, то есть радикальный человек, решивший победить римское правительство с помощью насилия Другой был сборщиком налогов, практически предателем еврейского народа, враждовавшим с Римом По меньшей мере четверо, а возможно, и семеро были рыбаками и близкими друзьями из города Каперном И вполне вероятно, что они знали друг друга с детства Другие могли быть торговцами или ремесленниками, потому что нам ничего не сказано о том, чем они занимались до того, как стали последователями Иисуса Большинство из них были из Галилеи, региона, посвященного сельскому хозяйству, на пересечении торговых путей И Галилея оставалась базой операции на протяжении большей части служения Иисуса Они, как некоторые могли предположить, и Иерусалим в Иудее, который был политической и религиозной столицей Израиля Но со всеми недостатками и слабостями своего характера, будучи обычными людьми, которыми они были, после вознесения Иисуса эти люди оставили неизгладимый след в мире Его служение продолжает влиять на нас и по сей день Бог, по своей благодати, позволил и использовал их, чтобы начать распространение евангельской вести и перевернуть мир с ног на голову, деяния апостолов 17 стих 6 Обычные люди, такие как вы и я, стали инструментами, с помощью которых весть о Христе была донесена до края земли Неудивительно, что они такие обаятельные люди Двенадцать были лично избраны и призваны Иисусом Он знал их так, как их мог знать только их создатель, сэр Иоанна 1 стих 47 Другими словами, он знал все их недостатки задолго до того, как избрал их Он даже знал, что Иуда предаст его, Иоанн 6 стих 70 И глава 13 стихи 21-27 И все же он выбрал предателя и даровал ему все привилегии и благословения, которые он давал другим Подумайте о последствиях этого С нашей человеческой точки зрения, распространение Евангелия и создание церкви полностью зависело от двенадцати мужчин, наиболее заметными чертами которых были их простодушия Иисус избрал их и подготовил ко времени, которое лучше измерять месяцами, чем годами Он обучал их священным писанием и богословию Он учил их вести благочестивую жизнь, уча их, например, молиться, прощать и смиренно служить друг другу Он дал им моральное наставление Он говорил им о том, что должно было произойти И он использовал их как инструменты для исцеления больных, изгнания бесов и других чудесных дел Даже трое из них, Петр, Иаков и Иоанн, смогли ненадолго увидеть Иисуса во славе на горе Преображения, Матфея 17, стихи 1-9 Это была короткая, но интенсивная программа ученичества И когда это закончилось, в ту ночь, когда Иисуса придали, все ученики, оставив Его, разбежались Микрофильм 26, стих 56 С земной точки зрения программа тренировок показалась бы монументальным провалом Казалось, что ученики забыли или упустили из виду все, чему Иисус учил их о том, что каждый берет свой крест и следует за Ним На самом деле их собственное чувство неудачи было настолько глубоким, что на какое-то время они решили вернуться к своим старым занятиям И даже в этом, похоже, они потерпели неудачу Иоанна 21, стихи 3 и 4 Но, ободренные воскресшим господом, они вернулись к своему апостольскому призванию Получив в Пятидесятницу силу Святого Духа, они смело взялись за дело, к которому призвал их Иисус Работа, которую они предприняли, продолжается и по сей день, две тысячи лет спустя Они являются живым доказательством того, что Божья сила совершается в немощи Сами по себе очевидно, что они были непригодны для этой задачи, сравните 2 Коринфянам 2 стих 16 Но Бог вел их с триумфом во Христе и через них повсюду распространял благоухание своего познания, стих 14 Чтобы получить представление о краткости его земного времени с Иисусом, примите во внимание, что все служение Иисуса от крещения до воскресения длилось всего около трех лет А интенсивное обучение с учениками длилось примерно половину этого времени В своем классическом труде «Отряд 12» Александр Бальмен Брюс говорит, что к тому времени, когда Иисус определил и призвал 12 из большей группы последователей Матфея 10, стихи 1-4, Луки 6, стихи 12-16, он уже прошел половину своего земного служения Избрание Иисусом 12 является важной вехой в евангельской истории Он делит служение нашего Господа на две части почти одинаковой продолжительности, но неравные по объему и важности работы, проделанной в каждой В первый период Иисус работал один Его чудеса по большей части ограничивались ограниченной областью, а его учение носило в основном элементарный характер Но когда он выбрал 12, работа царства приняла такие масштабы, что потребовались организация и разделение труда И учение Иисуса стало более глубоким и сложным, а его милосердная деятельность распространилась на более широкую область Выбор ограниченного числа людей в качестве близких и постоянных спутников, вероятно, стал необходимостью для Христа в результате его успеха в приобретении учеников Мы полагаем, что его последователей стало так много, что они стали временем и препятствием для его передвижения Особенно в дальних поездках, которые ознаменовали последнюю часть его служения Было невозможно, чтобы все уверовавшие могли идти с ним в буквальном смысле Куда бы он не хотел пойти, такое большое число теперь могло быть лишь случайными последователями Но Иисус хотел, чтобы некоторые избранные люди были с ним всегда и везде Они сопровождали его во всех его путешествиях, были свидетелями всего, что он делал, и служили ему в его повседневных нуждах Итак, по уникальным словам Марка, Иисус призвал к себе тех, кого хотел, и они пришли к нему И он поставил двенадцать, чтобы быть с ним и посылать их на проповедь Марк 3 стихи 13 и 14 Это означает, что у тех немногих людей, чье прошлое было связано с мирскими делами и земными занятиями Было немногим более восемнадцати месяцев на подготовку к монументальной задаче, к которой они были призваны Не было ни второй скрипки, ни замен, ни плана на случай, если все двенадцать провалятся Стратегия кажется чрезвычайно рискованной С земной точки зрения, основание церкви и распространение евангельской вести полностью зависели от этих двенадцати обычных людей со всеми их слабостями И один из них был даже настолько дьявольским, что предал Господа Вселенной И вся их подготовка к работе заняла менее половины времени, которое сегодня обычно требуется для получения диплома семинарии Но Иисус знал, что Он делал С Его Божественной точки зрения окончательный успех Его стратегии на самом деле зависел от действия Святого Духа на этих людей для исполнения Его суверенной воли Это была миссия, которая не могла провалиться Вот почему это была работа, за которую только Бог достоин хвалы и славы Эти люди были просто инструментами в Его руках, точно так же, как сегодня мы с вами можем быть инструментами Бога Бог любит использовать такие обычные средства, глупые из избранного Богом мира, чтобы посрамить мудрых И слабый мира избрал Бога, чтобы посрамить сильного и уничиженного мира И уничиженного избрал Бог и того, чего нет, чтобы разрушить то, что есть Так что никто не хвалится пред Ним Первые послания, Коринфянам, 1 стихи 27-29 Две тысячи лет триумфа апостольских усилий являются свидетельством мудрости и силы Божественной стратегии Иногда в Священном Писании 12 называются «учениками», «матитесами» В греческом тексте, Матфея 10 стих 1, глава 11 стих 1, и глава 20 стих 17, Луки 9 стих 1 Слово означает «ученики», «ученики» Вот какими они были в течение месяцев, проведенных под прямой и личной опекой Господа У него было множество учеников, но эти 12 были специально призваны и избраны для уникального апостольского служения Поэтому они также называются «апостолы», «апостолос» по-гречески Это слово просто означает «посланников», «посланных» Им была дана уникальная должность послов и власть быть представителями Христа Лука особенно использует этот термин в своем Евангелии и во всей книге «деяний» И резервирует это слово почти исключительно для 12 Матфей говорит об апостолах всего один раз, Матфея 10 стих 2 В другом месте это относится к 12 ученикам, глава 11, стих 1, и глава 20, стих 17, или к 12, глава 26, стих 14, 20 и 47 Точно так же Марк использует термин «двенадцать учеников» только один раз, Марк 6 стих 30 В других местах апостола всегда упоминаются как 12, глава 3, стих 14, глава 4, стих 10, глава 6, стих 7, глава 9, стих 35, глава 10, стих 32, глава 11, стих 11, и глава 14, стихи 10, 17, 20 и 43 Иоанн также использует слово «апостолы» только один раз, не в техническом смысле, Иоанн 13, стих 16 Большинство испаноязычных версий переводят это выражение как «посланник» или «посыльный» Подобно Марку, Иоанн всегда называет апостольскую группу 12, Иоанна 6, стихи 67, 70 и 71, и глава 20, стих 24 В 10 главе Луки описывается случай, когда 70 последователей Иисуса были избраны и посланы по двое Очевидно, они были посланниками, и некоторые комментаторы называют их апостолами, но Лука не использует этот термин для их описания 12 были призваны на определенную должность А в Евангелиях и Деяниях термин «апостол» почти всегда относится к этому служению и к 12 мужчинам, которые были специально призваны и посвящены на это служение Деяния апостолов 14, стих 14 и послания Павла проясняют, что апостол Павел также был призван исполнять особое апостольское служение Апостольское служение для язычников, римлянам 11, стих 13, первое письмо, Тимофею 2, стих 7, второе письмо, Тимофею 1, стих 11 Апостольство Павла было уникальным призванием Очевидно, он имел ту же власть и привилегии, что и 12, второе письмо, Коринфянам 11, стих 5 Но апостольство Павла не будет рассматриваться в этой книге, потому что здесь мы сосредоточимся на 12 мужинах, которые разделили с ним общественное служение Иисуса и были его ближайшими друзьями и товарищами Павел не был обращен до вознесения Христа, деяния апостолов 9 Сам он говорит, что был апостолом, как выкидыш, рожденный вне времени, первое письмо, Коринфянам 15, стих 8 Он говорил с той же властью и являл то же чудесное помазание, что и 12, и 12 приветствовали его между собой и признавали его власть, сэр, второе письмо Петра 3, стихи 15 и 16, хотя он не был одним из них Число 12 важно, потому что Лука говорит, что после вознесения Иисуса апостолы избрали Матфея, чтобы заполнить место, оставленное Иудой вакантным, деяния апостолов 1, стихи 23-26 Роль апостола, включая особое служение, на которое был призван апостол Павел, включала в себя руководящую должность и исключительную учительскую власть в ранней церкви Апостолы или другие очень близкие им люди были теми, кто написал книги Нового Завета И до того, как был написан Новый Завет, учение апостолов было нормой в ранней церкви Начиная с первых обращенных в Пятидесятницу, все истинно верующие признавали руководство апостолов, деяния апостолов 2, стих 37 И по мере того, как церковь росла, ее верность истине описывалась в этих терминах Они упорствовали в учении апостолов, деяния апостолов 2, стих 42 Апостолам была дана сверхъестественная сила совершать знамения и чудеса, Матфея 10, стих 1, Марка 6, стих 7 и 13 Луки 9, стих 1 и 2, деяния апостолов 2, стих 3 и 4, и глава 5, стих 12 Эти знамения свидетельствовали об истинности Евангелия, которое апостолы приняли от Христа и представили миру от Его имени Вторые послания, Коринфянам 12, стих 12, деяния апостолов 2, стих 3 и 4 Другими словами, их роль была фундаментальной Они в реальном смысле являются основанием христианской церкви Краеугольным камнем являлся сам Иисус Христос, Ефесянам 2, стих 20 Эти исследования жизни апостолов были для меня особым удовольствием и одним из самых плодотворных усилий в моей жизни Моя самая большая радость – проповедовать Христа Одиннадцать из этих мужчин также обладали этой страстью, посвятили ей свою жизнь и одержали победу, несмотря на подавляющее сопротивление Несмотря на свои недостатки, они достойные герои и образцы для подражания для нас Изучать их жизнь – значит узнавать людей, которые были ближе всех к Иисусу в его земной жизни Это благословение осознавать, что они были такими же обычными людьми, как мы с вами Пусть Дух Христа, который научил их и превратил в драгоценные сосуды для использования учителем, сделает то же самое с нами И что мы можем узнать на их примере, что на самом деле означает быть учениками Содержание Глава 1 – Обычные люди, необычное призвание Эпизод 2 – Петр, стремительный апостол Глава 3 – Андрей, апостол малых дел Глава 4 – Иаков, апостол страсти Глава 5 – Иоанн, апостол любви Глава 6 – Филиппе, аналитик Глава 7 – Нафанайла, в котором нет лукавства Глава 8 – Матео, сборщик налогов, и Томас, близнец Глава 9 – Джеймс младший, Симон Зилот Иуда, не искариот, апостол с тремя именами Глава 10 – Иуда, предатель Глава 1 – Обычные люди, необычный звонок Итак, смотрите, братья, на ваше призвание, чтобы немного мудрый по плоти, немного могучий, немного благородный, а неразумные меры избрали Бога, чтобы посланить мудрых, и слабый мир избрал Бога, чтобы посланить сильного, и ничтожных мира и уничтоженных Бог избрал того, чего нет, чтобы разрушить то, что есть, чтобы никто не хвалился пред Ним Первое послание к Коринфянам 1 стихи с 26 по 29 С самого начала своего общественного служения в своем родном городе, на зарете Иисус вызывал огромные споры Люди из его собственной общины буквально попытались убить его сразу же после того, как он произнес свою первую кубичную речь в местной синагоге Услышав это, все в синагоге исполнились гнева, и, поднявшись, выбросили его за город и отвели на вершину горы, на которой был построен их город, чтобы сбросить его со скалов Но он прошел среди них и вышел Луки 4 стихи 28-30 По иронии судьбы, Иисус стал чрезвычайно популярен среди людей, живших в Галилее Когда новости о его чудесах начали распространяться по всему району, огромные толпы людей пришли посмотреть на него и послушать, как он говорит Луки 5 стих 1 говорит, что толпы собрались вокруг него, чтобы услышать Слово Божие Однажды люди были так велики и так сильно давили на него, что ему пришлось сесть в лодку и отплыть достаточно далеко от берега, чтобы продолжать говорить с ними оттуда Не случайно лодка, которую выбрал Иисус, принадлежала Симону Иисус должен был дать ему новое имя Петр и Петр должен был стать доминирующей личностью в ближайшем окружении учеников Кто-то может подумать, что если бы Иисус хотел, чтобы его послание имело максимальное влияние, он должен был бы более эффективно использовать его популярность Современное общепринятое мнение может подсказать, что Иисус должен был сделать все возможное, чтобы использовать свою славу, разведить полемику, вызванную его учением и использовать любые стратегии, которые он мог использовать, чтобы увеличить толпы вокруг себя Но Иисус этого не сделал, скорее, он сделал полную противоположность Вместо того, чтобы идти популистским путем и эксплуатировать свою славу, он подчеркивал то, что делало его послание столь противоречивым К тому времени, когда толпа достигла своего пика, он проповедовал весть, которая вызвала столько открытого сопротивления и была настолько оскорбительна по своему содержанию, что толпы разошлись, оставив лишь несколько верных, Иоанна 6, стихи 66 и 67 Среди тех, кто остался с ним, были 12, которых он лично избрал и назначил представлять его Это были 12 обычных мужчин, ничего особенного Но стратегия Христа по продвижению своего царства вращалась вокруг этих 12 человек, они восторжены в том Он решил работать за счет наличия этих нескольких несовершенных личностей, а не выполнять свои планы с помощью силы толпы, военной мощи, своей личной популярности или компании по связям с общественностью С человеческой точки зрения в будущей церкви и долгосрочный успех Евангелия полностью зависели от верности этой горстки учеников Если они потерпели неудачу второго плана, то есть альтернативного не было Стратегия, которую выбрал Иисус, олицетворяла характер его царства, царство Божие не придет с предупреждением и они не скажут, вот, здесь или вот, там, и вот, царство Божие внутри вас есть Луки 17 стихи 20 и 21 Продвижение царства не войском и не силой, но духом моим, говорит Господь сама Захария 4 стих 6 Дюжина человек, находящихся под властью Святого Духа, представляет собой более мощную силу, чем толпы, чей первоначальный энтузиазм по отношению к Иисусу, по-видимому, был вызван не более чем простым любопытством Христос лично выбрал двенадцать и вложил в них большую часть своей энергии Он избрал их до того, как они избрали его, Иоанна 15 стих 16 Процесс отбора и призыва происходил на разных этапах Беглое прочтение священных писаний может подсказать, что Иоанна 1 стихи 35-51, Люки 5 стихи 3-11 и официальное призвание 12 в Люки 6 стихи 12-16 противоречат тому, как Христос призывал своих апостолов Но противоречия нет, отрывки просто описывают различные этапы призвания апостолов Например, в Евангелии от Иоанна 1 стихи 35-51 Андрей, Иоанн, Пётр, Филипп и Нафанайл впервые встретились с Иисусом Это произошло незадолго до начала служения Иисуса в пустыне у реки Иордан, где служил Иоанн Креститель Андрей, Иоанн и другие были там, потому что они уже были учениками Иоанна Крестителя Но когда они услышали, как их учитель указал на Иисуса и сказал, вот Агнец Божий, они последовали за Иисусом Это был первый этап Его призвания Это был призыв к обращению Он иллюстрирует, как каждый ученик сначала призван к спасению Необходимо признать Иисуса истинным Агнецем Божьим и Господом всего и принять Его верой Этот этап призвания учеников не означал полного дня ученичества В евангельских рассказах говорится, что, хотя они были последователями Иисуса в том смысле, что охотно слушали Его учения и подчинялись Ему как своему учителю Они продолжали свою обычную работу, зарабатывая на жизнь регулярной деятельностью Вот почему с этого момента и до тех пор, пока Иисус не призвал их к полновременному служению Мы часто видим, как они ловят рыбу и чинят свои сети Второй этап Его призыва был призывом к служению Лука 5 подробно описывает это событие Это был случай, когда Иисус удалился от берега моря, чтобы избежать давления толпы, и учил с лодки Петра Закончив учить, он велел Петру отплыть на глубину и закинуть сети Петру сделал это, несмотря на то, что это было не лучшее время дня для рыбалки Рыбалка была более продуктивной ночью, когда вода была холоднее и рыба поднималась на поверхность, чтобы поесть И это было не самое подходящее место Обычно рыба кормились на мелководье, где было легко ловить рыбу, а Петру был измотан рыбал всю ночь безрезультатно Он сказал Иисусу, господин, мы всю ночь работали и ничего не поймали, но по твоему слову закину сеть, Луки 5 стих 5 В результате был такой большой улов, что сети у них порвались, и две лодки чуть не потонули, стихи 6-7 Именно в контексте этого чуда Иисус сказал, следуйте за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков, Матфея 4 часа 19 минут Писание говорит, что именно в этот момент они оставили все и последовали за ним, Луки 5 стих 11 Согласно Матфею, Андрей и Петр, тотчас же оставив сети, последовали за ним, Матфея 4 стих 20 Иаков и Иоанн немедленно оставили лодку, и их отец последовал за ним, стих 22 С этого момента они были неотделимы от Господа Матфея 10 стихи 1-4 и Луки 6 стихи 12-16 описывают третий этап его призвания Это был его призыв к апостольству Именно в этот момент Иисус выбрал и назвал 12 конкретных мужчин и сделал их своими апостолами Вот как Лукас рассказывает об этом событии В те дни он пошел на гору помолиться и провел ночь, молясь Богу Когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них 12, которых и назвал апостолами Симона, которого и назвал Петром, Андрея, брата своего, Иакова и Иоанна, Филиппа и Варфоломея Матфея, Фому, Иакова сына Алфея, Симона, прозванного Зилатом, Иуду, брата Иакова, Иуду Искариота, ставшего предателем Его апостольство началось с своего рода школы-интерната Христос повелел им уйти Марка 6 стих 7 говорит, что они шли подвое В этот момент они еще не были готовы выйти сами Поэтому Христос разделил их на пары, чтобы они могли оказывать друг другу поддержку На этом этапе их обучения сам Господь оставался рядом с ними Это было похоже на мать-арлицу, наблюдающую за орлятами, когда они начинают летать Они всегда общались с Иисусом, сообщая, как идут дела, сравните Луки 9 стих 10, глава 10 стих 17 И после нескольких этапов евангелизационной работы они возвращались к Господу И оставались с Ним в течение более длительного времени обучения, служения, общения или отдыха Марк 6 стихи 30-34 В его призвании был четвертый этап, который произошел после воскресения Иисуса Иуда больше не было в группе Он повесился после предательства Христа В своем воскресшем теле Иисус явился одиннадцати и послал их по всему миру Сказав им идти через народы, подготавливая учеников На самом деле это был призыв к мученичеству В конце концов, каждый из них отдал свою жизнь за Евангелие История свидетельствует, что все, кроме одного, были убиты за свои показания Говорят, что только Иоанн достиг преклонного возраста Хотя он жестоко преследовался за имя Христа, отправляясь в ссылку на небольшой остров Патмос Несмотря на препятствия, с которыми им пришлось столкнуться, им это удалось Среди великих гонений и даже мученичества они выполнили свою задачу Несмотря ни на что, они вошли победителями в славу И продолжающееся свидетельство Евангелия, продолжающееся более двух тысяч лет И достигающее практически каждого уголка земли, является свидетельством мудрости Божьей стратегии Неудивительно, что мы очарованы жизнью этих людей Давайте начнем наше изучение двенадцати с внимательного рассмотрения третьей фазы их призвания Их избрания и назначения на апостольское служение Отметим детали, данные Лукой Время Во-первых, важно время этого звонка Лука делает это в первом предложении Луки 6 стих 12 В те дни Новая международная версия говорит об этом так В то время Лукас не говорит о времени на часах или конкретных днях определенного месяца Ибо в то время и в те дни относятся к периоду времени, сезону, определенному этапу в служении Иисуса Это был период его служения, когда свирепствовала оппозиция В те дни это сразу возвращает нас к предыдущей истории В этом разделе Евангелия от Луки рассказывается о яростном противодействии, которое Иисус начал получать от книжников и фарисеев Луки 5 стих 17 Это первое упоминание Лука о фарисеях А стих 21 Первое употребление слова Песцы В стихе 17 книжники упоминаются наряду с фарисеями как законоучители Таким образом, в 5 стихе 17 Луки мы сталкиваемся с главными противниками Иисуса И рассказ Луки об их противостоянии проходит через текст до конца главы 5 и продолжается в главе 6 Лука описывает растущий конфликт между Иисусом и религиозными лидерами иудаизма Они восстали против него, когда он исцелил расслабленного и простил его грехи Глава 5 стихи 17-26 Они возражали против того, чтобы он ел и пил с мытарями и грешниками Глава 5 стихи 27-39 Они также выступили против Иисуса, когда он позволил своим ученикам обрывать уши и есть в субботу Глава 6 стихи 1-5 И когда он исцелил в субботу человека с иссохшей рукой Глава 6 стихи 6-11 Один за другим Лука рассказывает об этих инцидентах и подчеркивает растущие сопротивления со стороны религиозных лидеров Конфликт достигает своего апогея в Луки 6 глава 11 Книжники и фарисеи были полны ярости и обсуждали между собой, что они могут сделать против Иисуса Маркас и Матео еще более графичны Они говорят, что религиозные лидеры хотели уничтожить Иисуса Матфея 12 глава 14, Марка 3 стих 6 Марк говорит, что религиозным лидерам удалось вовлечь в заговор последователей Ирода Последователи Ирода были политической фракцией, поддерживавшей династию Ирода Обычно они не были союзниками фарисеев Но эти две группы объединились против Иисуса и начали замышлять, как предать его смерти Именно в этот момент Лука вставляет свой рассказ о том, как Иисус избрал 12 и назначил их апостолами Это было в те дни, когда враждебность по отношению к Иисусу дошла до того, что привела к его убийству Ненависть к Иисусу среди религиозной элиты достигла апогея Иисус мог чувствовать давление близости своей смерти Распятие произошло менее, чем через два года после этой даты Он знал, что ему придется претерпеть смерть на кресте Что он воскреснет из мертвых и что через сорок дней он вознесется туда, где находится его отец Поэтому он также знал, что его земная работа будет передана другим Пришло время выбрать и подготовить их официальных представителей Иисус, осознавая ненависть, которую питали к нему религиозные лидеры Полностью осознавая враждебность, возникшую против него, видя неотвратимость своей казни Избрал 12 ключевых мужей для осуществления провозглашения его Евангелия для спасения Израиля и создания своей церкви Время пришло, оставалось совсем немного дней, по большинству оценок всего около 18 месяцев, до того, как его земное служение подошло к концу Настало время выбрать его апостолов Самая напряженная подготовка должна была начаться немедленно и завершиться в течение нескольких месяцев Затем фокус служения Христа сместился с множества людей на этих немногих Без сомнения, поворотным моментом стала очевидная реальность его смерти от рук противников Во всем этом есть еще одна суровая реальность Когда Иисус избрал 12, чтобы сделать их своими официальными представителями, то есть проповедниками Евангелия Которые будут провозглашать его весть и его авторитет Он не выбрал ни одного раввина, ни книжника, ни фарисея, ни саддукия Он не выбирал священника Ни один из мужчин, которых она выбрала, не принадлежал к религиозному истеблишменту Выбор 12 апостолов был судом против институционализированного иудаизма Это был отказ от тех людей и их организаций, которые полностью развратились Вот почему Иисус не выбрал ни одного религиозного лидера Вместо этого Он выбрал людей, не имевших богословского образования, рыбаки, сборщики налогов и другие простые люди Иисус долгое время не соглашался с теми, кто считал себя религиозной знатью Израиля Они чувствовали себя обиженными, они отвергли его и его послания Они ненавидели это В Евангелии от Иоанна сказано так Он пришел к своим, и свои его не приняли Иоанна 1 стих 11 Религиозные лидеры иудаизма составляли ядро тех, кто отвергал его Примерно за полтора года до этого, в одном из первых официальных актов служения Иисуса Он бросил вызов израильским религиозным лидерам из-за их собственности в Иерусалиме во время Пасхи Единственного времени в году, когда город пал, был палон паломников, пришедших принести жертвы Иисус пошел в храм, сделал кнут из веревок Изгнал из храма миновщиков, бросая их монеты на землю Опрокидывая столы и выпуская животных на волю Ин, 2 стихи 13-16 Этим он нанес тяжелый удар по узаконенному иудаизму Он разоблачал религиозную знать, выставляя ее ворами и лицемерами Это обрекало их на духовное банкротство Он разоблачил свое отступничество Он публично осудил свой грех Он обвинил их в вопиющей коррупции Он осудил ее ложь Так началось его служение Это было настоящим нападением на узаконенную религию евреев Несколько месяцев спустя, в разгар его служения в Галилее, далеко от Иерусалима, негодование, которое, должно быть, было порождено тем первым событием, достигло своего пика Религиозные лидеры жаждали крови И они начали готовить ловушку, чтобы убить его Его отвержение его было полным Они были враждебны Евангелию, которое он проповедовал Они презирали учение о благодати, которого оно придерживалось Отвергали покаяние, которого оно требовало Пренебрегали предлагаемым им прощением и отвергали веру, которую оно воплощало Несмотря на многочисленные чудеса, подтверждающие его мессианские полномочия, несмотря на то, что они своими глазами видели, как он изгонял бесов, исцелял все болезни и воскрешал мертвых, они никогда не приняли тот факт, что он был Богом в человеческом обличии Они просто ненавидели это, и они ненавидели его сообщения Иисус был угрозой их власти, поэтому они отчаянно хотели увидеть его мертвым Поэтому, когда Иисусу пришло время выбрать двенадцать апостолов, для него было нормальным не выбирать людей из тех, которые были так готовы уничтожить его Вместо этого он обратился к своим скромным последователям и выбрал из них двенадцать простых, обыкновенных людей, принадлежащих к рабочему классу Двенадцать мужчин Если вы когда-либо посещали великие соборы Европы, то могли подумать, что апостолы были замечательными святыми, подобными тем, что изображены на витражах, со светящимися ореолами, которые олицетворяли и превозносили некоторую степень духовности Но правда в том, что они были самыми обычными людьми Жаль, что их часто ставят на пьедестолы как фигуры из великолепного мрамора или раскрашивают как древнеримских богов Это дегуманизирует их, потому что они были всего лишь двенадцатью обычными мужчинами, людьми во всех смыслах Мы не должны упускать из виду, кем они были на самом деле Недавно я прочитал биографию Уильяма Тиндилла, который первым перевел Библию на английский язык Он считал, что обычным людям неправильно слышать, как Библию читают только на латыни, а не на их родном языке Руководители церкви того времени, что невероятно, не хотели, чтобы Библия была на языке людей Потому что, подобно фарисеям во времена Иисуса, они боялись потерять свою церковную власть Но вопреки его возражениям Тиндилл перевел Новый Завет на английский язык и опубликовал его За свои усилия он был вознагражден изгнанием, нищетой и гонениями Наконец, в 1536 году он был задушен и сожжен на костре Одной из причин, побудивших Тиндилла перевести священное писание на общеупотребительный язык Был опрос английского духовенства, который показал, что большинство из них даже не знали, кто такие 12 апостолов Лишь немногие могли назвать четырех или пятерых апостолов Сегодняшние церковные лидеры и христиане, возможно, живут не лучше, чем английское духовенство На самом деле то, что сделала институциональная церковь, канонизировав этих людей, заключалось в том, чтобы дегуманизировать их и заставить казаться далекими и нет мира сего Это странная ирония, потому что, когда Иисус избирал их, Он выбрал их не из-за каких-то экстраординарных способностей или духовного превосходства Скорее, кажется, что Он намеренно выбирал мужчин, которые выделялись своей простотой Что сделало этих людей апостолами? Очевидно, это не были врожденные способности или выдающийся собственный талант Они были галилеянами, они не принадлежали ни к какой элите Галилея не считались выходцами из низшего сословия, крестьянами и малообразованными Они были простолюдинами, ничтожными Но Иисус выбрал их не потому, что они были более выдающимися или более талантливыми, чем другие в Израиле в то время Несомненно, тем, кто собирается занять то или иное руководящее положение в церкви, необходимо накопить определенные нравственные и духовные качества На самом деле требования к духовному руководству в церкви чрезвычайно высоки Подумайте, например, о качествах пастора или старейшины, упомянутых в 1 Тимофею 3, стихи 2-7 Но надобно, чтобы епископ был непорочен Муж одной жены, трезв, благоразумен, чинен, гостеприимен, научен, не пьяница, не сварливая, не корыстолюбивая Но кроткая, кроткая, не скупая, чтобы он хорошо управлял своим домом Чтобы он имел своих детей в повиновении со всей честностью Ибо кто не умеет управлять своим домом, как он позаботится о церкви Божьей Не неофит, чтобы, надмиваясь, не впасть в осуждение дьявола Также необходимо, чтобы они имели хорошее свидетельство от посторонних Чтобы не впасть в дурную славу и не попасть в сети дьявола Похожий список приводится в стихах 6-9 Тита 1 Евреям 13 стих 7 также предполагает Что церковные лидеры должны быть примером нравственных и духовных ценностей Потому что их вера должна быть такой, которой хотят следовать другие Им придется дать отчет Богу за то, как они себя вели Это очень высокие стандарты Кстати, правило не меньше для людей-прихожан Лидеры являются примером для других Для рядовых членов нет более низких стандартов На самом деле, в Евангелии от Матфея 5 часов 48 минут Иисус сказал всем верующим Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный Откровенно говоря, никто не может соответствовать такому стандарту Говоря человеческим языком, никто не квалифицирован, когда нормой является совершенство Никто не имеет права находиться в Царстве Божьем, и никто не достоин служить Богу по своей сути Все согрешили и лишены славы Божьей Римлянам 3 стих 23 Нет праведника ни одного Римлянам 3 стих 10 Помните, именно зрелость Павла исповедала Я знаю, что во мне, то есть в плоти моей, не живет добро Римлянам 7 стих 18 В первом послании к Тимофею 1 стих 15 он говорит о себе, что он главный из грешников Таким образом, не существует внутренне квалифицированных людей Сам Бог должен спасти грешников, освятить их, а затем превратить их из дисквалифицированных в инструменты, которыми он сможет пользоваться Двенадцать были такими же, как и все мы, они были выбраны из числа недостойных и неквалифицированных Они были, как и Илия, людьми, подверженными, подобным нашим страстям, Иакова 5 часов 17 минут Они не достигли величайших высот служения, потому что чем-то отличались от нас Их превращение в почетные сосуды было исключительно делом гончара Многие христиане разочаровываются и разочаровываются, когда их духовная жизнь и свидетельства страдают из-за греха или неудачи У нас есть склонность думать, что мы ничего не стоим, и если бы мы были предоставлены сами себе, это было бы правдой Но бесполезные люди, это именно те люди, которых использует Бог, потому что это единственные люди, с которыми он рассчитывает работать Сатана может попытаться убедить нас, что наши недостатки делают нас бесполезными для Бога и Его Церкви Но выбор Иисусом своих апостолов свидетельствует о том, что Бог может использовать недостойных и неподходящих Он никого не может использовать Эти двенадцать перевернули весь мир вверх дном, деяния семнадцать, шесть Это было не потому, что они обладали экстраординарными талантами, исключительными интеллектуальными способностями, сильным политическим влиянием или каким-либо особым социальным статусом Они перевернули мир с ног на голову, потому что Бог работал в них, чтобы сделать это Бог избирает смыренных, низких, кротких и слабых, чтобы не было ни малейшего сомнения в том, что является источником силы, когда их жизнь меняет мир Это не мужчина, это истина Божья и сила Божья в человеке Сегодня нам нужно напомнить об этом некоторым проповедникам Это не его интеллект или его личность Сила в слове, в истине, которую мы проповедуем, а не в нас И помимо личности, необыкновенного человека, который был Богом, ставшим плотью, Господом Иисусом Христом История Божьей работы на земле, это его история использования недостойного и придания ему формы, подобно тому, как горшечник лепит недостойной грязь Двенадцать не были исключением Конечно, апостолы заслуживают того уникального места, которое они занимают в истории искупления Безусловно, они достойны считаться героями веры В книге Откровения сказано, что их имена украсят двенадцать врат Небесного Града, Нового Иерусалима, чтобы само небо платило им вечную дань Но такой факт не умаляет истины, что они были такими же обычными, как мы с вами Нам нужно помнить о них не из-за их изображения на витражах, а из-за очень человеческого образа, в котором Библия представляет их нам Мы должны вывести их из их потустороннего мрака и встретить их как настоящих людей Нам нужно думать о них как о людях из плоти и крови, а не о возвышенных фигурах в пантеоне религиозного ритуализма Однако мы не должны недооценивать и важность его положения После своего избрания двенадцать апостолов фактически стали истинными духовными руководителями Израиля Религиозная элита отступнического Израиля была символически отстранена, когда Иисус избрал их Апостолы стали первыми проповедниками Нового Завета Они были первыми, кому было доверено христианское Евангелие Они представляли истинный Израиль Божий, искренне раскаявшийся и верующий Израиль Они также стали камнями основания церкви, а сам Иисус был краеугольным камнем, Ефесянам 2 часа 20 минут Эти истины усиливаются, они умоляются тем фактом, что эти люди были такими обычными Опять же, это полностью согласуется с тем, как всегда действует Господь В первом послании к Коринфянам 1 стихи 20 и 21 мы читаем «Где мудрец? Где писец? Где спорщик этого века? Разве Бог не свел с ума мудрость мира сего? Ибо, так как в премудрости Божьей мир не познал Бога через мудрость, то Богу угодно было спасти верующих через безумие проповеди Вот почему не было ни философов, ни блестящих писателей, ни знаменитых апологетов, ни выдающихся учителей, ни людей, прославившихся как великие ораторы, среди которых избрал Христос Они стали великими духовными лидерами и великими проповедниками благодаря силе Святого Духа, но не благодаря врожденным ораторским способностям, способностям к лидерству или академической квалификации, которыми должны были обладать эти люди Их влияние обусловлено только одним – силой послания, которое они проповедовали На человеческом уровне Евангелие воспринималось как глупое послание, а апостолы считались наивными проповедниками Элита считала его учение некачественным Его предлагали простые рыбаки и малоизвестные представители рабочего класса Они были пешками, популистскими людьми Их ценили современники То же самое было верно и для истинной церкви Христа на протяжении всей истории Это верно и в сегодняшнем евангельском мире Где выдающиеся интеллектуалы, самые успешные писатели и великие ораторы, которых мир считает таковыми В церкви их обычно нет Посмотрите, братья, на ваше призвание Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных Первые послания Коринфянам 1 стих 26 Но неразумные мира избрали Бога, чтобы посрамить мудрых И слабый мир избрал Бога, чтобы посрамить сильного И что нечисто в мире, и что уничижено Избрал Бог и ничего нет, чтобы разрушить значащие Так что никто не может похвалиться пред ним Стихи 27-29 Любимые инструменты Бога, это никем, чтобы ни один человек не мог похвалиться в его присутствии Другими словами, Бог выбирает, от кого он хочет получить славу Выбирайте слабые инструменты, чтобы никто не приписывал силу человеческим инструментам вместо того, чтобы приписывать ее Богу, который имеет власть над этими Такая стратегия неприемлема для тех, чья единственная цель в жизни направлена на достижение человеческой славы За заметным исключением Иуды Искариота, эти люди не были такими Конечно, как и все падшие люди, они сражались с гордостью и высокомерием Но страстью их жизни стала слава Христа И именно эта страсть, принесенная под влиянием Святого Духа, а не какая-то врожденная способность или человеческий талант, объясняет, почему они оказали такое неизгладимое влияние на мир Учитель! Имейте в виду, что избрание двенадцати произошло в то время, когда Иисус столкнулся с реальностью своей неминуемой смерти Он испытывал растущую враждебность со стороны религиозных лидеров Он знал, что его земная миссия вскоре завершится его смертью, воскресением и вознесением С этого момента характер его служения изменился Его приоритетом номер один была подготовка людей, которые станут главными проповедниками Евангелия после его ухода, как он их выбрал Во-первых, он искал общение со своим отцом В те дни он пошел на гору помолиться и провел ночь, молясь Богу, Луки 6, глава 12 В первых пяти главах своего Евангелия Лука уже дал понять, что молитва была нормой в жизни Иисуса Луки 5 стих 16 говорит, но он удалился в пустынные места и помолился У него была привычка искать уединение, чтобы поговорить с отцом Когда он был в городах и деревнях Галилея, он всегда чувствовал давление толп, которые следовали за ним В пустыне и горные районы предлагали ему подходящую уединенную среду для молитвы Мы не знаем, что это была за гора Если бы это имело значение, Писание сообщило бы нам об этом На севере Галилеи находится большое количество холмов и гор Эта гора, вероятно, находилась недалеко от Капернаума, в радиусе короткой прогулки Капернаум был своего рода базой для служения Иисуса Он пошел туда и провел всю ночь в молитве Мы часто видим, как Иисус молится перед важными событиями в его служении Помните, что именно это он и сделал в ту ночь Когда его придали, он молился в саду, где нашел уединение, вдали от беспокойной атмосферы Иерусалима Иуда знал, что сможет найти его там Потому что, согласно Луки 22, стих 39, Иисус ходил туда молиться Здесь мы видим Иисуса во всей его человечности Я был в центре чрезвычайно меняющейся ситуации Враждебность, замышлявшаяся против него, предвосхитила его смерть У него оставалось очень мало времени, чтобы подготовить людей, которые будут отвечать за распространение Евангелия по всему миру после его отъезда И холодная реальность фактов привела его на вершину горы, чтобы иметь возможность молиться Богу в полном уединении Он не искал славы, а принял форму слуги, пришедшего на землю как человек Приближался момент, когда ему придется смириться до смерти, из смерти на кресте Поэтому он шел к Богу, как и человек, ища лица Божия в молитве и общаясь с Отцом о людях, которых он избрал для этой жизненно важной функции Обратите внимание, что он провел всю ночь в молитве Если он уходил в горы до наступления темноты, то, вероятно, он уходил в семь или восемь часов дня Если бы он спустился с горы после рассвета, то было бы уже шесть утра Другими словами, он молился по крайней мере десять часов подряд Чтобы сказать, что он всю ночь молился, нужно несколько слов по-испански Однако в греческом требуется только одно – дианиктирео Слово важно – поговорите о том, чтобы всю ночь заниматься какой-то задачей Для обозначения того факта, что он провел ночь во сне, это слово не использовалось бы Это не выражение, которое используется, чтобы сказать, что было темно всю ночь В этом есть смысл работать всю ночь, не отставать от чего-то всю ночь Это предполагает, что Иисус не спал в темноте до утра, и что он все это время упорно молился С огромным грузом долга и посвящения на нем Еще одно интересное примечание возникает из греческого языка, хотя мы не видим его в испанском языке В наших версиях говорится, что он «ночевал», молясь Богу Выражение на греческом на самом деле означает, что он провел всю ночь в молитве к Богу Каждый раз, когда он молился, он буквально молился Божьей молитвой Он участвовал во внутритрочном общении Вознесенная молитва была именно молитвой Бога Члены Троицы общались друг с другом Все его молитвы полностью соответствовали разуму и воле Бога, ибо он сам есть Бог И в этом мы видим невероятную тайну его человечности и его божественности, действующих одновременно В своем человеческом состоянии Иисусу нужно было молиться всю ночь, и в своем божестве он молился истинной молитвой Бога Поймите это, решение, которое Иисус должен был принять очень скоро, было настолько важным, что потребовало от 10 до 12 часов подготовительной молитвы О чем он просил в своей молитве? Ясность в том, кого выбрать Я не верю, как воплощенный всеведущий Бог, божественная воля не была для него тайной Несомненно, он молился о людях, которых вскоре изберет, сообщая Отцу об абсолютной мудрости своего выбора и действуя от их имени в качестве посредника Когда ночь молитвы подошла к концу, он вернулся туда, где были ученики, и собрал их вместе А когда настал день, призвал учеников своих, Луки 6 стих 13 Он не просто вызвал 12 В этом контексте слово «ученики» относится к его последователям в широком смысле Само слово означает «ученик», «подмастерьи» Учеников должно было быть много, и из них он должен был выбрать 12, чтобы исполнить служение апостола Во времена Иисуса как в греческой, так и в еврейской культуре известный раввин или философ привлекал студентов Местом его обучения не обязательно был класс или аудитория Большинство из них были странствующими инструкторами, чьи ученики просто следовали за ними в повседневной жизни Именно такое служение было у Иисуса со своими последователями Он был странствующим учителем Он просто ходил с места на место и, уча, привлекал людей, которые следовали за его движениями и слушали его учения Стих 1 дает нам картину этого И было, в день субботний, когда Иисус проходил полем, ученики его срывали колоссия и ели, растирая руками Они шли вместе с ним, следуя за ним с места на место, пока он учил, собирая по пути зерно, чтобы поесть Мы не знаем, сколько учеников было у Иисуса Однажды он послал 70 из них парами евангелизировать общины, которые он позже посетил Луки 10 стих 1 Но общее число его последователей, несомненно, было намного больше 70 Писание говорит, что за ним следовали толпы И почему бы нет? Его учение было совершенно не похоже ни на одно другое по своей ясности И его авторитет был очевиден Он обладал способностью исцелять болезни, изгонять демонов и воскрешать мертвых Он был полон благодати и истины Неудивительно, что он привлек к себе столько учеников Удивительно то, что кто-то отверг это Но они отвергли его, потому что его послание было больше, чем они могли вынести В Иоанна 6 мы видим что-то в этом роде В начале главы он накормил более пяти тысяч человек, пришедших его увидеть Иоанн 6 стих 10 говорит, что одних мужчин было пять тысяч Если посчитать женщин и детей, толпа легко могла быть вдвое или даже больше Это был замечательный день Многие из этих людей уже следовали за ним как ученики В то время как многие другие, несомненно, готовились к этому Иоанн пишет, тогда люди те, видя знамение, сотворенное Иисусом, сказали, это истинно тот пророк, которому надлежало прийти в мир Кто был этот человек, который мог производить еду из ничего? Они проводили большую часть своей жизни в полях, собирая урожай, разводя животных и готовя еду Но Иисус мог просто создавать пищу Это изменило бы их жизнь Они, должно быть, думали о наслаждении свободным временем и бесплатной едой, уже приготовленной Вот такого мессию они ждали По словам Иоанна, придут, чтобы схватить его и воцарить Стих 15 Но он избежал их через серию сверхъестественных событий, кульминацией которых стало их хождение по воде На следующий день люди нашли его в Капернауме, на другом берегу озера Толпы их искали его, очевидно, надеясь, что он даст им больше еды Но он укорял их за то, что они последовали за ним по ложным причинам Они ищут меня не потому, что видели знамения, но потому, что ели хлеб и насытились Стих 26 Когда они настаивали на том, чтобы просить у него еды Он сказал им, я им живой хлеб, сошедший с неба Кто будет есть этот хлеб, тот будет жить вечно И хлеб, который я дам, есть плоть моя, которую я дам за жизнь мира Стих 51 Эти слова было так трудно понять, что они попросили его объяснить их Затем он сказал им Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови его, то не будете иметь в себе жизни Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день Потому что моя плоть – истинная пища, и моя кровь – истинная пища Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем Как послал меня живой отец, и я живу благодаря отцу, так и тот, кто ест меня, будет жить благодаря мне Это хлеб, сошедший с небес, не так, как отцы ваши ели манну и умерли Кто будет есть этот хлеб, тот будет жить вечно Это он говорил в синагоге, уча в Капернауме, стихи 53-59 Это заявление настолько оскорбило их, что многие из его учеников стали сомневаться, последуют ли они за ним или нет Иоанн пишет, с тех пор многие из учеников его обратились и уже не ходили с ним, глава 6, стих 66 Итак, ученики приходили и уходили Люди были привлечены, а затем разочарованы И в том конкретном случае, описанном в Иоанна 6, Иисус даже сказал 12-ти, вы тоже хотите уйти? Стих 67 Петр говорил от имени группы, когда он ответил, Господи, к кому нам идти? У вас есть слова вечной жизни И мы уверовали и знаем, что ты Христос, Сын Бога Живого, стихи 68 и 69 Те, кто остался, были людьми, которым Бог суверенно привел своего собственного Сына, стих 44 Иисус также особым образом привел их к себе Он сказал им, не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вышли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, Иоанна 15 часов 16 минут Он суверенно избрал их, за исключением Иуда Искариота, который, как знал Иисус, предаст его, суверенно работал в них и через них, чтобы гарантировать, что они будут настойчиво с ним, принесут плод, и что их плод останется Здесь мы видим принцип Божьей избирательной благодати в действии Мы видим суверенность его избрания необычным образом в избрании 12 Из большого числа учеников, возможно, сотен, Он выбрал 12 конкретных мужчин и назначил их на апостольское служение или служение Это не была работа, для которой они искали заинтересованных лиц или добровольцев Иисус суверенно выбрал и назвал их в присутствии большей группы Это был замечательный момент для тех 12 мужчин До этого момента Педро, Хакоба, Хуан, Андрес, Натанал, Матео и другие были лишь частью толпы Они были учениками, как и все остальные в группе Они следовали, слушали, наблюдали и впитывали учения учителя Но у них по-прежнему не было официальной руководящей роли Они не были назначены на какую-либо должность, которая отличала бы их от остальных Они были лицами в толпе, пока Иисус не выбрал их и не сделал 12 из них апостолами Почему 12? Почему не 8? Почему не 24? Число 12 полно символических значений 12 колен израилевых Но Израиль был отступником Иудаизм времен Иисуса представлял собой искажение ветхозаветной веры Израиль отказался от божественной благодати в пользу религии делами Его религия была законической Он был полон лицемерия, самодовольных поступков, человеческих правил и бессмысленных церемоний Это было иеретично Он был основан на физических потомках Авраама, а не на вере Авраама Избрав 12 апостолов, Иисус фактически установил новое руководство для Нового Завета И апостолы представляли новых лидеров истинного Израиля Божьего, состоящего из людей, которые верили в Евангелие и были последователями веры Авраама, сэр Римлянам 4 стих 16 Другими словами, 12 апостолов символизировали ветхозаветный суд над 12 коленами израилевыми Сам Иисус довольно ясно установил эту связь В Евангелии от Луки 22, стихах 29 и 30 Он сказал апостолам, поэтому я завещаю вам царство, как завещал мне отец, да будете есть и пить за трапезой моей в царстве моем и сидеть на престолах, судить 12 племена израилевы Важность числа 12 сразу же стала очевидной почти для всех израильтян Мессианские заявления Иисуса были ясны всем, кто слышал его учения Он постоянно говорил о своем грядущем царстве Тем временем по всему Израилю росла надежда на скорое появление Мессии и установление своего царства Некоторые считали, что этим Мессией будет Иоанн Креститель Но Иоанн указывал на Христа, сравните Иоанна 1 стихи 19-27 Они очень хорошо знали, что у Христа были все мессианские полномочия Иоанна 10, стихи 41 и 42 Он не был тем политическим лидером, которого они ожидали, поэтому они так медленно верили Иоанна 10, стихи 24 и 25 Но они, безусловно, понимали его заявления, которые наполняли их надеждой Поэтому, когда он публично назвал 12 своих апостолов Значение этого числа было абсолютным и ясным Апостолы представляли совершенно новый Израиль под Новым Заветом И его назначение в обход религиозной системы официального иудаизма Означало послание суда над народом Израиля Очевидно, что этим 12 обычным мужчинам не суждено было играть заурядную роль Они заняли место главы 12 колен Они были живым доказательством того, что царство, которое собирался установить Иисус Совершенно отличалось от того царства, которого ожидало большинство израильтян Луки 6, стих 13 говорит Он избрал из них 12, которых и назвал апостолами Одно только название имело большое значение Греческий глагол апостола означает «посылать» Форма существительного апостола означает «тот, кто послан» Испанское слово «апостол» является транслитерацией, а не переводом греческого слова Апостолы были «посланы», но они были не просто посланниками Греческое слово «посланник» было «энджелос», от которого мы получили слово «ангел» Апостолос был чем-то более важным Чем посланник или глашатый, апостолос сообщал идею посла, делегата, официального представителя В арамейском языке у этого слова есть точная параллель «шаллах» Вспомните, что во времена Иисуса общим языком в Израиле, языком, на котором говорил сам Иисус, был не еврит, а арамейский В тот первый век еврейской культуры «шалла» был официальным представителем Синедриона, правящего Совета Израиля Шалла пользовался всеми правами Синедриона Он говорил за них, а когда говорил, то со своей властью Ему оказывали такое же уважение и почтение, как и самому Совету Но он никогда не доносил свое собственное послание, его задача состояла в том, чтобы донести послание группы, которую он представлял Должность шаллы была хорошо известна Шалла отвечал за урегулирование юридических или религиозных споров и действовал с полной властью полного Совета У некоторых выдающихся раввинов также были свои шаллы, посланники, которые проповедовали их послание и представляли их со всей своей властью Даже еврейская мешна, которая представляла собой собрание устных преданий, изначально задуманных как комментарий к закону, признавала функцию шаллаха Сказано, посланный человеком подобен самому человеку Таким образом, характер обвинения был хорошо известен еврейскому народу Итак, когда Иисус назначал апостолов, он говорил что-то очень знакомое людям той культуры Это были его делегаты, они были его доверенными выходами Они говорили со своей властью, передавали свое послание и применяли свою власть Домашнее задание Семейный пост шаллаха в этой культуре фактически определял задачу апостолов Очевидно, что Христос делегировал свою власть этим двенадцати и послал их со своим посланием Они будут представлять его в качестве официальных делегатов Практически каждый в этой культуре сразу понял характер должности или должности Эти двенадцать человек, назначенные апостолами Иисуса, будут говорить и действовать с той же властью, что и тот, кто их послал Таким образом, апостол был титулом большого уважения и привилегии В четырнадцатой главе третьей главы Марка записан именно этот факт И поставил двенадцать с ним, чтобы посылать их на проповедь Обратите внимание на двухэтапный процесс Прежде чем их послали проповедовать, он привлек их к себе Было абсолютно необходимо, чтобы они были с Иисусом, прежде чем они будут посланы На самом деле, только в Луки 9 стих 1 Иисус собирает двенадцать и дает им власть над бесами и силу исцелять болезни В этот момент он буквально делегировал им свою чудодейственную силу Вот почему в шестой главе Луки он называет их, называет и помещает под свою непосредственную и личную опеку, чтобы они были с ним В Луки 9, несколько месяцев спустя, он дает им силу творить чудеса и изгонять бесов Только тогда он послал их проповедовать До этого времени Иисус большую часть времени обращался к большим толпам С призванием двенадцати в Евангелии от Луки 6 его обучающие служения становятся более интимным, сосредоточив внимание в первую очередь на них Он по-прежнему мог собирать толпы и учить их, но его внимание было сосредоточено на учениках и их обучении Обратите внимание на естественное развитие его тренировочной программы Сначала они просто следовали за Иисусом, собирая по крупицам его проповеди для толпы и слушая его наставления вместе с большей группой учеников По-видимому, они делали это не как единственную свою задачу, а когда могли, в ходе своей обычной повседневной деятельности Затем, как написано в Матфея 4, он призвал их оставить все и следовать исключительно за ним Теперь в случае, описанном Лукой, глава 6, и Матфеем, глава 10, он выбирает двенадцать из группы учеников Которые служили ему полновременно, идентифицирует их как апостолов и начинает сосредотачивать больше своей энергии на личном наставлении их Позже он наделит их властью и силой совершать чудеса В конце концов, я бы послал их Поначалу на заданиях характерны короткие вылеты, после которых приходилось возвращаться Но когда он ушел, чтобы вернуться к отцу, ученики должны были уйти сами по себе Налицо явный прогресс в его обучении и последующем вступлении в полновременное служение Они больше не ученики, но теперь они апостолы, шалах Теперь они занимают положение, важный офис В своем Евангелии Лука шесть раз использует слово «апостолы», а на деле около тридцати раз Их роль в Евангелиях в основном состоит в том, чтобы нести весть о Царстве Израилю В деяниях они трудятся над основанием Церкви Хотя это были обычные люди, их призвание было необычным Другими словами, важны не люди, которыми они были сами по себе, а задача, к которой они были призваны Представьте, насколько уникальной должна была быть его роль Они должны были не только основать Церковь и обеспечить центральное руководство по мере того, как ранняя Церковь росла и умножилась, но и стать каналами, по которым будет передаваться большая часть Нового Завета Они получили истину от Бога через Божественное Откровение Ефесянам 3 стих 5 очень ясно говорит об этом Павел говорит, что тайна Христа, которая вначале не была раскрыта, ныне открывается святым его апостолам и пророкам-духам Они не проповедовали человеческое послание Истина была дана им через прямое откровение Таким образом, они были источником всей истинной церковной доктрины Деяние 2 стих 42 описывает деятельность ранней церкви следующим образом И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, в преломлении хлеба и в молитвах До завершения Нового Завета учение апостолов было единственным источником истины о Христе и учении церкви И его учение было воспринято с такой же властью, как и письменное слово На самом деле письменный Новый Завет – это не что иное, как записанные и вдохновленные духом записи учения апостолов Итак, у апостолов была миссия построить церковь Послание к Ефесянам 4, стихи 11 и 12 говорят, что Христос дал апостолов, для совершения святых, на дело служения, для созидания тела Христова Они были первыми христианскими учителями и проповедниками Его учение, записанное в Новом Завете, является единственным правилом, с помощью которого даже сегодня можно доказать правильность доктрины Они также были примерами добродетели Ефесянам 3, стих 5 называет их «святыми апостолами» Они устанавливают образец святости и истинной духовности Они стали первыми примерами, которым могли подражать верующие Это были люди с характером и честностью, задавшие образец для последующих руководителей церкви У них была особая сила творить чудеса, подтверждающие их послания Евреям 2, стихи 3 и 4 говорит, что спасение, бывшее прежде возвещено Господом, подтверждено нам слышавшими, при засвидетельствовавшим им Бог, знамениями и чудесами, и различными силами, и разданиями святаго Духа по воле Его Двойной апостроф. Другими словами, Бог подтвердил свое слово через апостолов чудесами, которые они могли творить В Новом Завете указывается, что только апостолы и их близкие были способны творить чудеса Вот почему второе письмо Коринфянам 12, стих 12 говорит о таких чудесах, как о знамениях апостола В результате всего этого ученики были очень благословлены и пользовались большим уважением у народа Божьего Ожидания Иисуса о них оправдались благодаря их верному упорству И его обещание им исполнилось в росте и расширении церкви Помните, что в Евангелии от Луки 18, стихе 28 Петр говорит Иисусу Вот, мы оставили свое имущество и последовали за тобой Очевидно, ученики беспокоились о том, как идут дела и что с ними может случиться На самом деле слова Петра были мольбой Он как бы говорит от имени других, что с нами будет Иисус отвечал ему, истинно говорю тебе, нет никого, кто оставил бы дом, или родителей, или братьев, или жену, или детей для Царствия Божия Кто не получил бы гораздо больше в это время и век грядущей жизнь вечная Им не нужно было оставлять ничего, за что Господь не мог бы их вознаградить И Бог благословил их в этой жизни, хотя, как мы увидим, изучая жизни друг друга, большинство из них были мучениками Бог благословил их в этой жизни через основание и рост церкви Они были не только влиятельны, уважаемы и почитаемы среди народа Божьего, но и в своих домах и семьях у них было множество детей и духовных братьев по мере роста церкви и умножения верующих И в грядущем веке они также будут в большом почете Тренировка Все это могло показаться далеким и неопределенным в то утро, когда Иисус созвал своих учеников и назвал двенадцать Они по-прежнему нуждались в обучении Все его человеческие ограничения и неудачи, казалось, омрачали его потенциал Оставалось мало времени Они отказались от всего, в чем были экспертами Они оставили свои сети, покинули свои поля и оставили столы для сбора податей Они отказались от того, что знали, чтобы обучиться чему-то, к чему у них не было природных способностей Но когда они увольнялись с работы, они ни в коем случае не сидели без дела Они стали полноценными студентами, подмастерьями, учениками Следующие восемнадцать месяцев их жизни будут посвящены еще более интенсивному обучению Лучшему обучению, которая когда-либо могла предложить любая семинария Они постоянно имели перед собой пример Христа Они могли слушать его учения, задавать ему вопросы, наблюдать за тем, как он обращается с людьми И наслаждаться близкими отношениями с ним при любых обстоятельствах Господь дал им возможность служить, подготовил их и послал на особые поручения Он с любовью ободрял их, с любовью исправлял их и терпеливо учил их Так всегда достигается лучшее обучение Это не просто предоставление информации, это жизнь, вложенная в другую жизнь Но это был непростой процесс Двенадцать могут быть неуклюжими Была причина, по которой они не были академической элитой Мы часто видим, как Иисус говорит что-то вроде этого Неужели и вы все еще не понимаете? Ты еще не понял? Матфея 15 стихи 16 и 17 Сравните главу 16 стих 9 О глупце и медлительны сердцем, чтобы поверить Луки 24 стих 25 Интересно отметить, что написание не скрывает своих недостатков Потому что речь идет не о том, чтобы проецировать их как сверхосвещенные светила Или возвышать их над категорией простых смертных существ Если бы это было так, то не было бы причин записывать его слабости характера Но вместо того, чтобы скрывать свои недостатки Письмо, кажется, хочет подчеркнуть свои человеческие слабости Это великолепное напоминание о том, что Наша вера утверждается не на мудрости человеческой, но на силе Божьей 1 Коринфянам 2 стих 5 Почему процесс обучения был таким трудным для апостолов? Во-первых, потому что им не хватало духовного понимания Они медленно слушали и медленно понимали Во многих случаях они были тупыми, глупыми, неуклюжими и слепыми Новый Завет использует все эти термины или их эквиваленты для обозначения их Так как же Иисус разрешил его недостаток духовного понимания Он продолжал их учить Даже после своего воскресения он пробыл на земле сорок дней Деяние 1 стих 3 говорит, что в это время он говорил им о Царстве Божьем И он продолжал учить их до того самого момента, как вознесся на небо Вторая проблема, которая усложняла процесс обучения учеников, заключалась в том, что они не были смиренными Это были люди, которые заботились только о себе Они были сосредоточены на своих интересах, они были карьеристами и гардицами Они потратили огромное количество времени на обсуждение того, что было самым важным из них Матфея 20 стихи 20-28, Марка 9 стихи 33-37 и Луки 9 стих 46 Как Иисус преодолел это отсутствие смирения Сам являя собой пример смирения Он омыл им ноги, Он научил их быть слугами Он смирил себя, даже до смерти на кресте В-третьих, им не хватало не только понимания и смирения, но и веры Только в Евангелии от Матфея Иисус четыре раза говорит им Маловеры, глава 6, стих 30, глава 8, стих 26, глава 14, стих 31 и глава 16, стих 8 В Марка 4 стих 40 Он спрашивает их Почему у вас нет веры? В конце Евангелия от Марка, проведя месяцы интенсивного ученичества у Иисуса И даже после того, как Он воскрес из мертвых, Марк пишет И укорял их за неверие и жестокосердие, Марка 16, стих 14 Какое средство применил Иисус, чтобы избавиться от недостатка веры? Он продолжал творить чудеса и знаменательные события Чудеса не были в первую очередь на благо неверующих Большинство его чудес было совершено преднамеренно В присутствии его учеников, чтобы их вера могла укрепиться Иоанн 20, стих 30 В-четвертых, им не хватало приверженности В то время как толпы ликовали и умножались чудеса Они были вне себя от радости Но когда воины ворвались в сад, чтобы схватить Иисуса, они бросили его и бежали Марк 14, стих 50 Лидер группы в конце концов отрекся от своего учителя и поклялся, что никогда не видел такого человека Как Иисус исправил его склонность к отступничеству Ходатайствовать за них в молитве В 17 главе Иоанна рассказывается, как Иисус молился о том, чтобы они оставались верными Чтобы Отец взял их на небеса, стихи 11-26 В-пятых, им не хватало силы В собственных силах они были слабы и беззащитны, особенно когда им приходилось сталкиваться с врагом Были времена, когда они пытались, но не могли изгонять бесов Недостаток веры сделал их неспособными использовать силу, которая была в их распоряжении Что сделал Иисус, чтобы исправить этот недостаток? В день Пятидесятницы Он послал Святого Духа, чтобы Он вселился в них и дал им силу Он обещал им это, когда сказал им Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святый И будете мне свидетелями в Гарусалиме и вовсе Иудеи и Самарии и даже до края земли Деяния 1-8 Это обещание было мощно исполнено Мы склонны смотреть на эту группу со всеми ее слабостями и удивляться, почему Иисус не выбрал другой класс людей Зачем выбирать людей без понимания, без смирения, без веры, без посвящения и без силы? Просто потому, потому что сила его совершается в немощи Второе письмо, Коринфянам 12 стих 9 Мы снова видим, как Он выбирает слабое этого мира, чтобы смутить сильное Никто не мог изучить эту группу мужчин и прийти к выводу Что то, что они делали, они делали благодаря своим врожденным способностям Нет человеческого объяснения влиянию апостолов Слава принадлежит исключительно Богу В Деяниях 4 часа 13 минут говорится о том, как жители Иерусалима относились к апостолам Тогда, видя смелость Петра и Иоанна и узнав, что они люди неученные и простые, они изумлялись, и они узнали их, что они были с Иисусом В греческом тексте говорится, что люди считали себя, с пасменной антерос, буквально, невежественными без образования И это было верно с человеческой точки зрения Но было очевидно, что они были с Иисусом То же самое следует сказать о каждом истинном ученике Луки 6 стих 40 говорит Ученик не выше своего учителя, но всякий, кто совершенен, будет подобен своему учителю Относительно короткое время обучение апостолов с Иисусом принесло вечные плоды Сначала могло показаться, что все безрезультатно, много зря В ту ночь, когда Иисуса придали, они рассеялись, как овцы, чей пастырь был жестоко ранен Матфея 26, стих 31 Даже после воскресения они казались робкими, полными угрызений совести за свою неудачу И слишком занятыми своими слабостями, чтобы служить с уверенностью Но после того, как Иисус закончил вознесение на небо, сошел Святой Дух, наделил их силой и позволил им делать то, чему их научил Иисус В книге деяний записано, как появилась церковь, а все остальное – часть истории Эти люди, благодаря наследию Нового Завета и оставленному ими свидетельству, продолжают изменять мир и сегодня Дорогой друг-слушатель, от имени команды, христианин-полиглот, мы приветствуем вас и рады, что вам нравится этот канал Созданный и разработанный для вас, где вы можете слушать адаптации лучших христианских названий на вашем языке Книги, написанные известными христианскими авторами и вдохновленные Словом Божьим Мы призываем вас присоединиться к нам и насладиться этой новой серии аудиокниг под названием «12 обычных мужчин», написанной пастором Джон МакАртур Автор этого и других известных названий Джон МакАртур родился в Лос-Анджелесе, Калифорния, 19 июня 1939 года Американский пастор и писатель, известный своим международным синдицированным христианским обучающим радиошоу «Благодать тебе» Он был пастором и учителем общинной церкви Грейс в Сан-Вэлли, Калифорния, с 9 февраля 1969 года А в настоящее время также является президентом магистрского колледжа в Ньюхолле, Калифорния, и учительской семинарии в Лос-Анджелесе Вопреки распространенному мнению, нам не нужно быть совершенными, чтобы выполнять Божью работу Джон МакАртур исследует 12 человек, которых Христос выбрал в качестве своих учеников И помогает нам понять, как мы можем превратить наши собственные несовершенства в полезные инструменты, чтобы воздействовать на других Если не идти дальше, в слабости 12 учеников навсегда сохраняются на страницах Нового Завета Иисус выбирал обычных людей, таких как рыбаки, сборщики налогов, фанатичные политики, и превращал их слабости в сильные стороны, производя величие из полной бесполезности МакАртур излагает принципы тщательного обучения первых 12 учеников для таких современных учеников, как вы На следующей неделе мы приглашаем вас следовать за нами с новой главой этой серии под названием «12 обычных мужчин» И если вам понравилось это видео и канал, мы призываем вас поддержать нас в развитии, ставя лайки и подписываясь, чтобы мы могли продолжать работать над тем, чтобы предоставлять вам лучший контент До следующей недели! Да благословит вас Господь Бог!